На Кубани выросла собираемость взносов за капитальный ремонт. Более 80% жителей региона регулярно оплачивают квитанции. Об этом сегодня рассказал Внямин Кондратьев. Губернатор провел расширенное планерное совещание, на котором собрались его заместители, руководители профильных ведомств, а также на видеосвязь вышли все главы муниципалитетов. На сегодняшний день в крае отремонтировано более 1600 домов. Но, несмотря на положительную динамику, некоторые города и районы оказались в списке отстающих. Подробности у наших коллег. Посмотреть на эту пятиэтажку в центре Краснодара приходят даже жильцы соседних домов. С гордостью рассказывает Елена Клименко, старшая по дому номер 50 на улице Красной. И действительно выглядит здание как после реставрации. По программе капитального ремонта здесь полностью обновили фасад. Больше 4 миллионов рублей выделили на работы из регионального фонда капремонта. Водостоки были в ужасном состоянии. Наполовину их не было, просто не было кусков водостоков. Нижняя часть балконов со двора валились, еще раз повторяю, людям на голову, на машины. Чуть больше, чем за 4 года работы фонда капитального ремонта на Кубани восстановлены 1645 многоквартирных домов. На это уже потрачено около 2 миллиардов рублей. Такая же сумма сейчас направлена на текущий ремонт многоэтажек. При этом люди стали активнее перечислять деньги в фонд. Однако коэффициент полезного действия самой организации оставляет желать лучшего. Такой итог подвел сегодня губернатор края на расширенном планерном совещании. Еще пару лет назад жители края достаточно негативно оценивали вообще ситуацию с капремонтом домов. И практически в каждом муниципальном образовании об этом говорили, что мы платим, ничего не делается. А если делается, то спустя рукава. Я могу сейчас констатировать, что, безусловно, спустя 2 года ситуация изменилась, но, наверное, не поменялась в корне. 2 миллиарда рублей уже расписаны на те подрядные работы, которые выполняются. Но 3 миллиарда рублей, коллеги, пока лежат на счетах. Но фонд же это не банк, чтобы там деньги лежать. Вот 9 муниципалитетов у нас в прошлом году ни одного дома не отремонтировали. Как можно заставить людей из Гультеевического, Денского, Ейского, Калининского, Крыловского, Славинского, Староминского, Туапсинского и Услабинского районов платить, если у них через не год ни одного дома многоквартирного не отремонтировано? Как? Знаете, вот, Олеги, мне непонятно, когда есть деньги, по-простому говоря, ничего не решается. В перечисленных губернатором районах чаще всего работы срывались из-за нерасторопности подрядчиков. По их же вине во многом страдает и качество ремонта. Конечно, такая ситуация не в каждом доме, но подобные случаи не редкость. Количество не переходит в качество. Вот что сегодня тоже имеет место быть. И пишут, что отремонтировали, она все равно протекает. Подъезд сделали, а он все равно уже облез, краска полезла или там что-то еще что-то делается. Хотя качество это автоматически должно быть. Нужно нам в целом сделать, чтобы деньги, которые в фонде максимально работали, на жителей тех многоквартирных домов, которые регулярно эти взрослые платили. Вопрос здесь, конечно, и в уровне контроля ответственных лиц. Но еще стоит обратить внимание на то, кто становится исполнителем работ. Зачастую это компании из других регионов, которые просто нанимают субподрядчиков и не следят за тем, что происходит на вверенном участке. Ситуацию надо выравнивать в сторону местных компаний, заметил Вениамин Кондратьев. Есть малые частные предприятия, ремонтные предприятия, их достаточно. Мы не можем обеспечить ремонт, что ли, коллеги, не поверю я в этом. А подрядные организации, которые встречаются со мной, это малый бизнес и где-то средний, они говорят, что подрядов нет. Либо давайте вместе соберемся с представителями малого бизнеса, среднего бизнеса, вот теми строителями, небольшими компаниями, которые пусть там тоже скажут в лицо, как они могут или не могут они участвовать, в том числе в конкурсе на ремонт капитальных многоквартирных домов. В конечном счете все направлено на то, чтобы люди видели, за что они платят деньги. А когда средства аккумулируются на счетах, а дома ремонтируются кое-как, естественно, возникает недоверие. В таких случаях не может быть абстрактного ответственного лица. Спрашивать за недочеты будут с конкретных людей. Нужно кадровое сегодня усиление. Значит, давайте его делать. И не могут те, кто сегодня, значит, они не должны занимать должности попросту. Не должны занимать должности. Люди не должны страдать от нерадивости чиновников, неважно, на крыльевом уровне, либо на муниципальном. Не должны. Никто не мешает, коллеги, никто не мешает. А мы сейчас начинаем. Такие, еще раз подчеркиваю, деньги, миллиарды лежат, лежат, и мы пытаемся себя оправдать. Да нету здесь оправданий. Нету здесь оправданий. Берите и выстраивайте алгоритм. Еще раз подчеркиваю, если в каком-то районе он не выстраивается, а в силу отсутствия компетентности тех или иных должностных лиц, значит, обозначайте фамилию этих должностных лиц. Но ответственность главы фонда никто не снимал. Сейчас в регионе составляют план по многоквартирным домам, которые попадут в программу капремонта в следующем году. Для этого проводят обследование зданий. Всего же на Кубани до 2043 года планируют отремонтировать почти 18,5 тысяч домов.